Добрый день, а квартиру на взлётную однушку ещё сдаёте? Уже три человека едут смотреть. Как так? Объявление же выставили буквально 15 минут назад. Ну, молодой человек, ну успевать надо было. Ну вот, уже три человека. Не знаю, если не понравится, позвоните ещё завтра, попробуйте. И это ещё не предел. Обычно хорошая квартира с евроремонтом меньше, чем за 20 тысяч уходит первому, кто дозвонился и приехал. Оно и понятно. В августе самый высокий сезон из-за наплыва студентов. Поэтому предложения расходятся быстро. Мы с девушкой нашли квартиру в новостройке. 18 тысяч, вода, свет. Когда уже договорились с хозяйкой, подъехали, уже было большое количество машин. И по случайности мы договорились с ней первые. Цена была уже 20 тысяч из-за большого наплыва желающих. А ведь за эти деньги можно было взять двухкомнатную квартиру примерно в такой же новостройке. Эти категории практически сравнялись, но ненадолго. Скоро и они подорожают. Причин увеличения цены несколько, начиная, конечно, от роста коммунальных платежей и заканчивая своеобразием рынка. Поскольку на рынок вышел объем вот этих квартир современных, соответственно, этот объем и подогнал цены. Понимаете? То есть друг к другу тянутся люди, смотрят, сколько в соседнем доме сдается квартира, сколько в этом подъезде сдается квартира. Притом от места цена теперь почти не зависит. Виной тому активная застройка индустриального района. Благодаря ему часть населения переехала из центра. Стоимость может зависеть разве что от состояния дома. Хрущевка даже с хорошим ремонтом, скорее всего, будет дороже из-за отопления. Однако, по словам экспертов, сейчас квартиру лучше нигде не снимать. И дождаться весны, когда все студенты разъедутся, а цены хоть немного, но снизятся. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.